Объявляется технический перерыв 5-10 минут. Продолжение следует... 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 Отзыв научного руководителя Волчковой Людмилы Тимофеевны, доктора социологических наук, профессора кафедры социального управления и планирования СПБГУ. В список публикаций из 13 работ, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в том числе три статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня утвержденного Миноборнауки Российской Федерации. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов от 2 июля 2014 года за номером 305, выданное СПБГУ о том, что Миронова Анна Алексеевна сдала кандидатские экзамены по специальности 22-008 «Социология управления» на оценку «Хорошо», «История и философия науки, социологические науки» на оценку «Хорошо», иностранный язык, английский на оценку «Хорошо». Диплом об окончании специалиста за указанным номером, он выдан 1 марта 2007 года в СПБГУ и удостоверяет, что Мироновой Анне Алексеевне присуждена квалификация экономист по специальности экономика труда решением государственной аттестационной комиссии от 1 февраля 2007 года. Заключение организации, где была написана работа, а она была написана в СПБГУ, о диссертационном исследовании, диссертацию на русском и английском языках, на бумажном носителе, на правах рукописи и в электронном виде. Диссертация оформлена в соответствии с требованием ГОСТ Р-70, диссертация напечатана на множительном аппарате с указанием выходных данных согласно соответствующему ГОСТу. Следует отметить, что все перечисленные документы соответствуют пункту 12 из раздела 3 «Представление и защита диссертации. Порядка присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете». Есть ли вопросы по содержанию и составу документа? Спасибо. Если вопросов нет, разрешите предоставить слово соискателю. Анна Алексеевна, у вас 15 минут. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемый председатель, гости и все коллеги. Для меня большая честь представить вам диссертационное исследование на тему «Стратегическое планирование в системе социального управления крупным городом». Работа выполнена на факультете социологии на нашей кафедре социального управления и планирования под научным руководством доктора социологических наук, который здесь присутствует, Людмила Тимофеевна Волчковой. Данное исследование является результатом моей почти десятилетней работы над ней. Сначала в качестве аспиранта, а затем в качестве руководителя соответствующих подразделений по стратегическому планированию в региональных и федеральных органах власти. То есть это в Санкт-Петербурге администрация Ленинградской области, затем в Москве Министерство экономического развития Российской Федерации. Актуальность работы обуславливается усиливающимся вниманием к роли крупных городов как основных центров управления и организации жизни граждан. Современные крупные города являются наиболее сложными социальными системами, которые аккумулируют образовательные, людские, культурные и иные ресурсы, но вместе с тем они сильнее подвержены наиболее сильному проявлению социальных негативных явлений, социальному расслоению, сегрегации, силе конфликтов. Данные обстоятельства определяют необходимость наиболее особого к ним внимания как наиболее уязвимым и требующим принятие взвешенных решений при управлении их развитием. В современных условиях усиливающейся конкуренции между городами и борьбы их за ресурсы актуализируется значение стратегического планирования, как способного выявить возможности и будущие цели развития города при условиях новых изменений внешней и внутренней среды. Кроме того, крупным российским городам отвозится ключевая роль сегодня в социально-экономическом развитии страны, что требует определения направления использования стратегического планирования с целью решения большинства общегородских проблем. Недостаток работ, вызванных изучением особенностей городского стратегического планирования в рамках теории социологии, определили мой интерес к исследуемой теме. Слабая разработанность темы в предметном поле социологии управления и ее актуальность определили цель, задачи, объект и предмет исследования. Итак, целью исследования является разработка и научное обоснование направлений использования стратегического планирования в системе социального управления крупным городом. Объект — это система стратегического планирования, предмет исследования, выявление особенностей стратегического планирования как инструмента управления территориальным социально-экономическим развитием. Задачами исследования стали рассмотрение подхода к определению крупного города как социального фенойна, определение новых траекторий для исследования, выделение этапов развития концепции стратегического планирования, анализ опыта развития городов, анализ стратегии развития российских регионов и крупных городов, определение проблем, направлений и разработка модель стратегического планирования социального развития крупного города. Теоретическую основу исследования составили положение работ по стратегическому управлению и планированию, социальному управлению, концепции нового государственного менеджмента, теории ключевых компетенций, устойчивого развития и теории стейкхолдеров. Эмпирическую базу исследования составили проведенные мною лично и исследования, в которых я принимала участие, данные. Основное комплексное социологическое исследование я проводила среди экспертов и управленцев, имеющих опыт разработки и реализации стратегических документов. Основным методом исследования было выбрано проведение полуструктурированных интервью. Также в качестве эмпирических данных использовались данные по результатам анализа стратегии регионов и крупных городов, которые я лично проводила среди документов, общее число которых составило больше 100 документов. Также я пользовалась материалами опроса, в котором принимала непосредственное участие. Этот опрос проводился специалистами высшей школы экономики в 2015-2016 годах, среди представителей подразделений экономического блока региональных органов власти, а также среди представителей бизнеса. Научная новизна работы определяется моделью стратегического планирования социального развития крупного города. Разрешите подробнее остановиться на основных положениях работы, которые включают в себя элементы научной новизны. Итак, первые были уточнены в рамках изучения теоретико-методологических оснований научной трактовки понятий город, крупный город, стратегия, стратегическое планирование. Также была предложена собственная трактовка понятия «стратегическое планирование развития крупного города», которая представляет в себя процесс прогнозирования целых полаганий о планировании социально-экономического развития крупного города, направленный на решение задач его устойчивого социально-экономического развития, а также механизм, позволяющий увязать цели социального развития с ресурсами. Данное положение легло в основу авторской социологической концепции, которая базируется на том, что цели, формируемые в социальных областях жизни городов, могут быть достигнуты посредством стратегического планирования, организованного специальным образом, то есть посредством социальных взаимодействий участников планово-правленческой деятельности. Также были систематизированы этапы развития концепции стратегического планирования и определены особенности разработки стратегии крупных городов на Западе. Среди них можно отметить следующее, что там реализуется принцип делегирования полномочий на уровень местных властей, также принципом является профессионализация деятельности по стратегическому планированию, широкое применение инструментов по вовлечению общественности в процесс, а также гораздо более широкий, чем у нас, горизонт планирования. Там социальные параметры жизни планируются минимум на 60-70 лет вперед. Также была определена специфика использования элементов стратегического планирования и выявлена фрагментарность использования этих элементов в нашей российской практике, которые обусловлены, среди прочего, ведомственной моделью управления городами, которая существовала в советскую эпоху. В результате изучения анализа стратегии развития российских крупных городов были систематизированы механизмы реализации стратегии. Было предложено рассматривать их как отдельные подсистемы социальных взаимодействий, требующих регламентации. Подчеркивается значимость применения именно социальных механизмов и организации процесса планирования через развитие системы связей и отношений с формальными организациями и объединениями, стейкхолдерами и горожан. Включение в число участников стратегического планирования организованных субъектов гражданского общества и бизнеса повышает качество стратегического планирования, его инструментальность способствует реализации цели, в первую очередь, социального развития. Но вместе с тем было выявлено противоречие между потребностями стратегическими планированиями развития крупных городов как в социальном процессе и ограниченными возможностями их удовлетворения. Несмотря на то, что в 2015-2016 годах был активизирован процесс разработки стратегических документов, связанных с принятием нового федерального закона о стратегическом планировании, большинство городских стратегий сейчас представляют из себя формальные долгосрочные планы, в которых отсутствует стратегический выбор путей развития, содержится излишняя описательная часть, детализированная, и нет анализа рисков и механизмов реализации стратегии, а также не отражаются интересы основных участников, что говорит о низкой степени инструментальности стратегии и недостаточном их качестве. Кроме того, в процессе изучения особенностей стратегического планирования в городах и регионах были выявлены основные положения, основные проблемы стратегического планирования, которые препятствуют реализации целей развития и создают сложности в организации процесса стратегического планирования. Это нормативно-правовые, методические, кадровые, организационные и информационные проблемы. В результате социологического исследования были определены основные направления стратегического планирования развития крупного города, которые были распределены по следующим направлениям. Это обеспечение согласованности и взаимосвязи документов планирования различных типов, определение и формулирование целей стратегии в части организации процесса стратегического планирования, учета галориационных факторов развития и формирование механизма интеграции стратегического планирования в систему государственного и муниципального управления. В результате проведенного исследования и с учетом перечисленных выше направлений была сформулирована модель стратегического планирования социального развития крупного города. Данная модель включает из себя следующие основные элементы. Это объект управления, которым является сам город, и субъект управления, который помимо формальных органов управления, также мы включаем и представителей местного сообщества. Далее это сама система стратегического планирования, которая определяется спецификой социальных взаимодействий, принципами работы системы и соответствующим организационным механизмам. А также модель учитывает воздействующие на нее внешние факторы и факторы внутренней среды. Также в рамках данной модели были сформулированы инструменты использования стратегического планирования в системе городского социального управления, которые позволяют повысить его качество и эффективность. В целом использование предложенных инструментов и моделей способно изменить роль стратегического планирования в развитии крупного города. И в связи с этим особое значение приобретают следующие элементы. Это циркулярная организация социальных взаимодействий, то есть когда участникам дается право самим принимать некоторые самостоятельные решения, которые касаются их деятельности. Это институционализация таких взаимоотношений и взаимодействий, то есть создание и развитие институциональных форм участия представителей местного сообщества. И переход от детального нормирования процесса и его документации к установлению и упрочению новых социальных форм социального взаимодействия в системе управления крупным городом. Итак, в результате стратегический план становится не просто инструментом социального целеполагания в системе управления крупным городом, но и механизмом общественного контроля за принятием стратегических решений. Таким образом, результатом работы стала разработка и научное обоснование направления использования стратегического планирования в системе социального управления крупным городом. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы и результатов состоит в том, что выводы обобщения обогащают теорию социального управления в части разработки инструментов стратегического планирования развития крупного города. Работа была опробирована и применялась при анализе и разработке решений в сфере стратегического планирования различных территорий в рамках исследовательских проектов Минэкономразвития России, администрации Ленинградской области, Центр стратегических разработок, Ассоциации национальных регионов, Аналитического центра, где я вела свою профессиональную деятельность. Также материалы и результаты использовались при подготовке соответствующих методических документов и подготовке учебных семинаров с участием федеральных, региональных и местных органов власти. В дальнейшем материалы диссертационного исследования могут быть использованы для руководства регионов и крупных городов для принятия эффективных и социально обоснованных управленческих решений. Спасибо за внимание, мой доклад окончен. Спасибо, Анна Алексеевна. Вопросы, пожалуйста, члены диссертационного совета. Вопросы могут задавать и участвующие, присутствующие здесь гости. Александр Федосеевич, не забудьте микрофончик. Меня интересует оценка советского опыта, стратегического планирования. Я был на конференции в МГУ, выступала на факультете государственного управления, выступала заведующая кафедрой стратегического планирования. Там есть такая кафедра. Елена Николаевна, да. Она говорит, что нужен возврат к советскому опыту, что это только нас и спасет в этой ситуации. Как вы считаете? В условиях рыночной экономики возврат к госплану, к сожалению или к счастью, невозможен. Но сейчас применяются некоторые инструменты, которые, допустим, в Минэкономразвитии предлагается определить и закрепить экономическую специализацию за определенными регионами. И в связи с этим тоже осуществлять планирование. То есть какие-то элементы, которые раньше присутствовали при государственном планировании советской эпохи, они сейчас действительно возвращаются, но полностью это невозможно. Вы удовлетворены? Да. Тоже задам свой вопрос. Очень приятно было послушать презентацию. Было интересно, но я хотела бы уточнить, как теория стейк-холдеров, указанная у вас в теоретико-метологической базе, повлияла на формирование эмпирической базы. Потому что если мы посмотрим, кого вы опрашивали, там в основном люди апеллированы из государства, включая экспертов. То есть у меня сложилось впечатление, что, ну, возможно, это писалось какое-то время, но не очень достаточно были востребованы эксперты, качестве экспертов, каких-нибудь активистов, каких-нибудь протестных движений, связанных со стратегическим планированием. Вот можете ли вы пояснить, потому что теория стейк-холдеров предполагает более широкое включение экспертов, я думаю. Как вы это видите? Да, спасибо большое за вопрос. Когда проводилось мое интервью с действительно с экспертами и участниками стратегического планирования со стороны органов власти, там я не опрашивала других стейк-холдеров. Но бизнес принимал участие при опросе высшей школы экономики, когда мы вместе его проводили. Там члены Российского союза предпринимателей, Российского союза промышленников и предпринимателей участвовали. То есть с этой точки зрения я охватила основные группы задействованных стейк-холдеров в организации процесса стратегического планирования, кто имеет отношение к стратегическому планированию регионов и крупных городов. Для моих задач исследования оказалось, как мне показалось, этого было достаточно. Буду удовлетворены? Да, все. Спасибо. Анна Алексеевна, два вопроса. У меня есть вопросы к отзыве, но я другие, пожалуйста, спрошу. Вот все-таки я сейчас услышал, что раз в 10 лет вы были вовлечены, действительно долго вовлечены в этот процесс. Есть какая-то эволюция, которую можно отразить осмысленно в системе стратегического планирования на региональном и городском уровне, которая вот хотя бы за последние годы уже прошла, потому что тут были и кризисные годы, и, в общем, более-менее благополучные, были избирательные циклы разные, которые там на это накладывались и так далее, и так далее. Вот что-то вы какое-то для себя отметили наблюдений? И потом еще второй вопрос. Да, конечно. За этот период многое, вы правы, происходило, но хочу заметить положительную тенденцию, которая происходит в последние несколько лет. Это связано, что, в принципе, уже какой-то опыт стратегического планирования в России сложился, все более-менее научились этим инструментом пользоваться, в том числе на уровне муниципальных образований, перенимать опыт и так далее. Появились рейтинги качества жизни и другие инструменты, которые стимулируют города заниматься стратегическим планированием, качеством документов и интегрировать практики зарубежных коллег по работе с сообществом. Есть кейсы нескольких российских городов, например, Белгорода, которые очень успешно реализуют и создают как раз такие институциональные формы представленности местного сообщества у себя в городском совете, которые помогают им работать над стратегией и так далее. Раньше таких примеров вообще не было. Сейчас такие города появляются, очень публично об этом заявляют и включают как части своей маркетинговой стратегии и как часть избирательной своей политики. В этом смысле я настаиваю на том, что позитивный тренд явно есть, мы очень рады. И второй вопрос такой вот, опять-таки, я услышал, что как-то в одном ключе и региональные, и городские механизмы стратегического планирования. А есть какое-то различие между региональным и городским, с точки зрения именно социологии управления? Основное различие – это, конечно, в специфике социальных проблем, с которыми сталкиваются крупные города и которым необходимо учитывать агломерационные факторы развития и специфические проблемы, связанные с перенаселением, с развитием социальной инфраструктуры и так далее. И больше, да, социальные инфраструктуры, то есть ближе, конечно, к людям, сами вопросы более приближенные. Если регион больше думает о том, как привлечь инвестиции, как развивать базовые от отрасли промышленности и вот такая специфика больше экономическая, то как раз-таки социальные вопросы чаще всего ложатся на плечи муниципальных властей, и в этом основное различие. А что касается процесса организации стратегического планирования, здесь они очень схожи, поэтому часть выводов я переношу с регионов на города, потому что сама нормативная основа и некоторые, и все документы, они общие, да, то есть города пользуются той нормативной и методической базой, которая существует для регионов. Вопросы нет, я подожду до своей выступления. Хорошо, тогда, с вашего позволения, я задам свой вопрос. Анна Алексеевна, вы в своем докладе обратили внимание на институционализацию форм вовлечения местных сообществ в процессы стратегического планирования. Могли бы привести примеры институциональных форм, которые сейчас уже сложились? Да, я их в том числе упоминаю в своей работе. Это сами механизмы вовлечения граждан и стейкхолдеров в процесс разработки и реализации стратегии. Например, я описываю создание специального органа при высшем должностном лице по разработке стратегии, куда могут входить представители сообществ. И по форме такой организации это может быть даже консорциум, и под каждую из задач или под каждый период реализации стратегии могут создаваться определенные проектные группы, которые будут включать всех представителей. Это также городские лаборатории, либо институты развития территорий. В принципе, любые формы организованного участия, где каждый житель может прийти и выразить свои интересы и свое видение будущего города не как физическое лицо, не как отдельный житель, а в лице уже представителя определенной организации. То есть его мнение тогда будет услышано, учтено, и здесь он может действовать уже как активный субъект управления, а не просто как один из горожан, которого никто не услышит. Спасибо. Спасибо. Уважаемые присутствующие, есть ли у кого-то вопросы? Тогда большое спасибо, Анна Алексеевна. Мы переходим к следующему пункту. Вы можете присесть, чтобы вам было удобнее. Спасибо. Прежде чем мы перейдем к выступлениям присутствующих членов диссертационного совета, я хотела бы отметить, что на диссертацию поступило 8 внешних отзывов. Все отзывы положительные. Позвольте мне не зачитывать все 8 отзывов, а сделать акцент на дискуссионных моментах и сделать общий вывод. Уважаемые коллеги, нет возражений? Анатолий, нет? Тогда позвольте я ознакомлю очень кратко с поступившими отзывами. Итак, отзыв подписал Михайлов Алексей Владимирович, заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга. В отзыве содержится одно замечание. В работе автора, не в исчерпывающей мере, проанализирован блок управления и использования объектов культурного наследия. Однако, это никак не умаляет достоинства диссертации и общий вывод. Диссертация соответствует установленным требованиям, а соискатель заслуживает присуждения искомой степени кандидата социологических наук по специальности 22.008 «Социология управления». Второй отзыв подписал доктор экономических наук, профессор Жахаревич Борис Савельевич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию Призао Международный центр социально-экономических исследований Леонтьевский центр. В отзыве содержатся три замечания. Первое. Не совсем удачно сформулированная цель, гипотеза и задача исследования. Второе. Автор подробно анализирует историю развития городов и направление его исследования, на страницах 18.36. Однако такой анализ не находит явного отражения в раскрытии задач исследования. И третье замечание. Вывод автора о том, что стратегическое планирование позволяет повысить качество социального управления городом, эффективность функционирования городских структур и участие различных групп в реализации стратегии, слабо аргументирован. Вместе с тем, общая оценка положительная, диссертация соответствует установленным требованиям, а соискатель заслуживает присуждение искомой степени кандидата социологических наук по специальности 22.2008 «Социология управления». Третий отзыв подписал кандидат экономических наук Федорищев Вячеслав Андреевич, первый заместитель губернатора Тульской области. В отзыве содержатся два замечания. В диссертации недостаточно внимания уделено концепции агломерации. Второе замечание. Автору следовало обратить внимание на анализ исследований, оценивающих результативность российских стратегических документов и выявляющих факторы успешной их реализации, в том числе на уровне города. Вместе с тем работа оценена высоко, и Вячеслав Андреевич заключает, что диссертация соответствует установленным требованиям, а соискатель заслуживает присуждение искомой степени кандидата социологических наук по специальности 22.2008 «Социология управления». Четвертый отзыв подписала кандидат экономических наук Двинских Дарья Юрьевна, заместитель директора Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. В отзыве содержится одно замечание. В работе явно недостаточно ссылок на современные исследования стратегического планирования в западных странах, в том числе на зарубежные источники. Вместе с тем общий вывод положительный. Диссертация соответствует установленным требованиям, а соискатель заслуживает присуждение искомой степени кандидата социологических наук по указанной специальности. Пятый отзыв подписал кандидат экономических наук Биланов Иван Сергеевич, ведущий специалист Департамента организационного обеспечения Управления президента Российской Федерации по внутренней политике. В отзыве содержатся два замечания. Первое. Не совсем четко описана инструментальная сторона вовлечения отдельных граждан и деловых кругов в процесс разработки стратегии. Второе. Нет подробного описания необходимой технологической основы подобного вовлечения, в том числе методик, базирующихся на использовании инструментов социальных сетей, интернет-порталов с активной коммуникативной составляющей, краудсорсинга, играфикации и других схожих технологий. В то же время отзыв общий, вывод общий положительный. Диссертация соответствует установленным требованиям, а соискатель заслуживает присуждение искомой степени кандидата социологических наук по специальности 22.008 «Социология управления». Шестой отзыв подписала Москвиткина Наталья Андреевна, начальник отдела приоритетных инвестиционных проектов государственного бюджетного учреждения Городское агентство управления инвестициями правительства Москвы и научный сотрудник Центра стратегического регионального развития Ранхикса в отзыве содержится одно замечание. Ряд положений и социальных аспектов планирования, освещенных в работе, требует дополнительной проработки. Остается не совсем ясным, как именно будут реализованы механизмы вовлечения населения в процесс разработки документов стратегического планирования. В работе не хватает более детальной проработки как концептуальной, так и технологической стороны данных вопросов, включающая в себя анализ влияния новых форматов социального взаимодействия на социальное управление крупным городом. Общий вывод положительный. Если не возражаете, я не буду повторять здесь соответствие. Седьмой отзыв подписал Пинчук Вячеслав Олегович, начальник Департамента процессов управления и государственных услуг Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. В отзыве содержится замечание в виде рекомендации. Исследование было бы более полным, если бы автор, обозначив одним из главных факторов институционализации стратегического планирования, организацию и регламентацию участия заинтересованных сторон и местного сообщества, подробнее раскрыл механизмы и инструменты социального участия городского населения в управленческом процессе. Общий вывод также положительный. Диссертация соответствует требованиям, а соискатель заслуживает присуждения искомой степени. И последний отзыв. Подписал кандидат политических наук ЦДП Тумун Леонидович, заместитель руководителя проектного офиса по реализации реформ контрольно-надзорной деятельности аналитического центра при правительстве Российской Федерации. В отзыве содержится одно замечание. Недостаточное внимание уделено исследованию механизмов мягкого управления и регулирования при реализации документов стратегического планирования, а также перспектив использования проектного подхода. Вместе с тем общий вывод положительный. Диссертация оценивается высоко, соответствует установленным требованиям, а соискатель заслуживает присуждения искомой степени кандидата социологических наук по специальности 28.008 «Социология управления». Я закончила знакомить уважаемых коллег, уважаемых присутствующих с внешними отзывами, и теперь хочу задать вопрос Анне Алексеевне. Вам удобно ответить на все замечания и вопросы, либо вы вначале ответите на внешние отзывы, а потом на выступления членов диссертационного совета. После всех... Спасибо, спасибо. Принято. Тогда, наверное, начнем по порядку. Александр Федорович, с вас начнем? Давайте. Только не забудьте микрофон. Хорошо. Тема диссертационного исследования Анны Алексеевны бесспорно актуальна как с теоретической, так и с практической точек зрения. Жизнь показала, что невозможно управлять городом, особенно таким крупным городом, как Санкт-Петербург, не имея системы стратегического планирования. К сожалению, в 90-е годы эта система была разрушена и начала восстанавливаться только где-то вот в 2011 году депутаты 5-го созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли документы. Приняли документы, два документа. Значит, стратегия развития Санкт-Петербурга до 2030 года и второй документ был принят «Программа социально-экономического развития города на 2015-2020 годы». Ну и вот, значит, председатель Законодательного собрания Макаров, он и сейчас председателем является, он сказал, что переход к стратегическому планированию он позволил, так сказать, отказаться от пожарного режима в решении проблем, которые возникают перед городом. То есть это исключительно вещь такая вот, очень нужная, нужная и особенно вот с практической точки зрения. Я хочу также сказать, что вот тема, которую выбрала Анна Алексеевна, не случайно, у нас большая школа научная во главе с профессором Ельмеевым Василием Яковлевичем, Борисом Романовичем Рященко, профессором, они разрабатывали планы социально-стратегические планы на пятилетние планы развития и даже получили, насколько я помню, золотую медаль на ВДНХ за разработку первыми плана социально-экономического развития всей страны. Поэтому эта тема и на кафедре нашей, и у Людмилы Тимофеевны очень много публикаций, да и диссертация адоптерская Людмила Тимофеевна тоже посвящена, по-моему, стратегическому планированию. На мой взгляд, новизной данной диссертации является то, что она написана с позиции социолога. И прежде всего в предметном поле социологии и управления я хочу подчеркнуть, потому что тема такая, она и экономисты занимается там, и госуправление занимается, государственное и спальное управление. А вот социологический подход, вот я вот, так сказать, вижу, что она тут первооткрывателем, можно сказать, даже является. И прежде всего мне понравилось то, что она вот обратила внимание, как социолог, на стратегическое планирование, как систему социальных взаимодействий субъектов и участников этого процесса. Вот это, на мой взгляд, очень положительно, положительно, так сказать, да. Именно эта диссертация отличается от других диссертаций. Ну, далее, что я бы хотел сказать еще в качестве, так сказать, в качестве и достоинств этой диссертации. Значит, проблемы здесь, вы, очень хорошо, на мой взгляд, выявлены проблемы, которые препятствуют реализации целей стратегического планирования. Это очень, эти проблемы очень хорошо раскрыты, их пять этих проблем, да, значит, проблемы, связанные с нормативно, правовой, базой, методологические проблемы, связанные с методиками, разработкой методик, так сказать, кадровые проблемы, связанные с подготовкой кадров, которые могли бы профессионально, и имея соответствующие компетенции, могли бы профессионально заниматься стратегическим планированием. Организационные проблемы стратегического планирования тоже здесь раскрыты очень подробно. Ну и информационное обеспечение стратегического планирования тоже хорошо здесь раскрыто. Что еще меня как социолога привлекает в этой диссертации? То, что стратегическое планирование увязано с целями социального развития. А мы в предметном поле социологии управления, социальное управление входит в предметное поле социологии управления именно с практической точки зрения, как реализация целей социального планирования. Конечно, в нынешней обстановке, которая характеризуется большой степенью неопределенности, очень сложно планировать на какие-то сроки большие. Тут и внешние факторы хорошо в диссертации раскрыты, которые влияют на этот процесс. И внутренние факторы, о которых я только что говорил. Но социальная проблема, социальная проблематика это болезненный вопрос. Смотрите, что происходит в Чили сейчас. Казалось бы, на 3 рубля повысили цены на метро, а вылилось чуть ли не введение военного положения в стране. А проблема в чем, что социальную сферу отдали на откуп бизнесу, медицину, образование и систему пенсионного обеспечения. И, соответственно, появились основания для социального недовольства. Вот во что это все вылилось, понимаете. Поэтому это такая тема очень в этом плане, ну специфическая, сложно, так сказать, это все планировать. Но, тем не менее, в диссертации все это есть. Теперь мне хотелось бы высказать свои замечания. Ну, они в основном носят уточняющий характер. Уточняющий характер. Значит, в работе следует уточнить теоретические основы данного диссертационного исследования. То есть, какие теории и концепции конкретно использовались авторам при разработке данной темы. Во-вторых, говоря также о методологических основах данной работы, автор перечисляет основные методы исследования в пункте методологии. Но мне кажется, что вот методология и методы все же это немножко разные вещи. Методы это способы научного познания, да. А методология это принципы научного познания, по крайней мере, так у Ядова. Вот я вычитал, да, есть. Он так определяет основные принципы, которые формируют те или иные методологические подходы. Ну и также хотелось бы услышать мнение автора о роли стратегического планирования в реализации национальных проектов. А вот общий вывод. Диссертация Миронова и Анны Алексеевны на тему стратегического планирования в системе социального управления крупным городом соответствует основным требованиям, установленным приказом от 01.09.2016 года за номером 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете соискатель Миронова Анна Алексеевна заслуживает присуждение ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.008 в социологии управления. Пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Федосеевич. Владимир Викторович, вам предоставляется слово. Спасибо большое. Прежде всего хочу поблагодарить за приглашение принять участие в работе диссертационного совета. Действительно, мне пришлось ознакомиться не только с диссертацией, она очень интересная, но еще и с процедурными вопросами, которые очень необычны в Санкт-Петербургском государственном университете в части новых процедур защиты. Возвращаясь к теме, которая была представлена сегодня соискателем, я также отмечу, что она актуальна не только для социологии, видимо, но и для других наук. Есть работы, которые посвящены стратегическому планированию со стороны политологов, географов, управленцев, ну и, конечно, экономистов. Причем, честно скажу, что нельзя говорить о том, что экономисты, изучая эту тему, не продвинулись с советских времен. Было сделано достаточно много находок в экономических исследованиях, связанных со стратегическим планированием. Есть работы, которые определяют приоритетность социально-экономического развития на уровне региона или города. Есть интересные работы, которые связаны с заданностью сценариев такого развития и выбором наиболее подходящего для такого странного субъекта управления, как город или регион. Есть уже связывание целеполагания с разного рода ресурсным обеспечением, прежде всего, с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации тех стратегических планов, которые обозначаются. Есть работы, которые посвящены синхронизации стратегического планирования на уровне федеральном, региональном и муниципальном, который стал предметом сегодняшнего нашего анализа с целью повышения каких-то эффективности и результативности достижения этих результатов, которые в этом стратегическом планировании обозначаются. То есть работ на самом деле много в экономике, в экономических исследованиях, хотя, честно скажу, еще больше, мне кажется, нерешенных задач и проблем для именно экономических исследований, потому что очень часто сложно определить то, что касается реалистичности поставленных планов в стратегировании, их достаточности, их ресурсного обеспечения, опять-таки, возможности расширения круга, ну, вы бы сказали, стейкхолдеров или тех, кто вовлечен в стратегическое планирование, вот стоит огромная проблема, как вовлечь на самом деле и население в решение задач стратегического планирования, а не только в привлечении каких-то инвесторов или, собственно, участников, связанных с инвестиционной деятельностью. То есть вопросы, которые ставятся вот в других исследованиях, других наук, мне кажется, они тоже требуют решения, и мне в этой связи было очень интересно изучить работу Мироновой Анны Алексеевны, потому что взгляд, который отражает она в части стратегического планирования развития городов, он тоже имеет какую-то свою особенность, не похожую на работы других исследователей, которых, как я говорю, достаточно много сложилось в последнее время. И вот в этой связи мне тоже показалось, что есть достаточно много находок, которые здесь есть, ну, они есть и чисто такие теоретические, действительно разное понимание сути города как такового. Это тоже, в общем, то, что, наверное, в наших различных междисциплинарных науках потеряно, потому что формально город исчез из нормативно-правовых актов, и даже не очень понятно иногда, когда мы осуществляем стратегическое планирование, то, что, собственно, является вот субъектом здесь этого самого планирования. Мне показалось достаточно интересным, как увязаны цели только социального развития с ресурсами у нашего сегодняшнего соискателя. Неплохо проанализированы и элементы зарубежного опыта, опыта зарубежных городов. В последнее время это тоже как-то исчезает из нашего стратегического планирования. Мы опираемся на некоторую самобытность и не учитываем того большого накопленного опыта в зарубежных странах, который можно было бы здесь учитывать. То есть позитивных сторон в самом диссертационном исследовании найдено немало, но и, собственно, то, что является результатом того социологического исследования, действительно Анна Алексеевна давно вовлечена в этот процесс и понимает уже широкий круг экспертов, которые могут быть, видимо, привлечены методами каких-то социологических исследований к получению необходимых результатов. Вот эти результаты социоисследований, которые представлены во второй или такой заключительной части работы, мне кажется, это тоже достаточно позитивное и большое начало в данной работе, которое стоит отметить. Мне показалось, что на самом деле в работе многого и не хватает, и поэтому отчасти, может быть, мои замечания носят такой уточняющий характер, но я их все-таки написал некоторое количество, и поэтому хотел бы с ними ознакомить. Аудиторию, наш совет. Вот общим замечанием, как мне кажется, является несколько абстрактное понимание автором крупного города как такового. Вообще есть даже русская пословица, что не город, то норов, и мне кажется, она как раз социологическая, а не экономическая по своей сути, не какая-то там управленческая. И вот в работе как такового крупного города не очень понятно иногда, о чем идет речь. Фактически любой город обладает признаками скорее больше индивидуальности, нежели универсальности. И как это учитывать как раз в части стратегического планирования, остается скорее за кадром. В описании результатов, проведенного автором социологического исследования, не указывается, из каких именно городов были респонденты, какова география регионов и крупных городов в разработке документов стратегического планирования, которых принимали участие респонденты. Это, как мне кажется, сужает именно возможности даже интерпретации результатов самого интервью. Второе. В диссертации дается авторское уточнение ряда понятий, но не приводится трактовка одного из основных. Это социальное развитие. Мне более понятно, что такое социально-экономическое развитие города, а вот социальное развитие как таковое определение отсутствует. В каком контексте оно исследуется автором в представленной работе? Как сочетается с более общим понятием социально-экономическое развитие, которое является, собственно, предметом, как правило, стратегического планирования, хотя бы нормативно? Это закреплено именно так. Третье. Одной из гипотез исследований является предположение о том, что институционализация стратегического планирования будет способствовать повышению качества социального управления крупным городом с точки зрения наиболее полного учета мнений и интересов заинтересованных стороной общественности. Да, мы знаем, что во многих городах сейчас проводится разного рода слушание, вовлечение населения, и при разработке и утверждении документов стратегического планирования вовлекается и экспертное сообщество, создаются интернет-площадки, но, как вот можно выявить из средств массы информации, из разного рода, опять-таки, интервью, существует практика разного рода имитации или фальсификации таких обсуждений. Этот аспект в исследовании остается неучтенным, и читателю остается непонятно, как именно следует институционализировать стратегическое планирование, чтобы их вот этих имитационных моментов, скажем так, минимизировать. Четвертое. В диссертации в качестве вторичных источников информации приведен ряд работ, основным объектом исследования которых является система документов стратопланирования, но в то же время не представленная работа, содержащая анализ результатов реализации этого самого стратегического планирования на уровне города. Хотелось бы получить ответ автора, существуют ли, по крайней мере, в социологии управления такие исследования. Ну, правда, замечу, что подобного рода работы в экономических исследованиях, как правило, терпят фиаско, когда пытаются сравнить ту реальность, которая произошла в результате социально-экономического развития как такового, и то, что было заложено в документах стратопланирования в прошлом. Но все-таки хотелось бы узнать, как обстоит дело на этот счет именно в социологии управления. В то же время считаю, что отмеченные недостатки нисколько не умаляют саму значимость этой работы, и диссертация Мирона Иоанна Алексеевны соответствует основным требованиям и установленным приказам, с которым я тоже специально ознакомился, приказом Санкт-Петербургского университета о присуждении ученых степеней, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата в социологических наук по специальности в социологии управления. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Слово предоставляется Мария. Уважаемые коллеги, с большим удовольствием я ознакомилась с диссертацией Миронова Анна Алексеевна, тем более, что я знаю длительно, и тяжело создавался этот труд. И, в общем, за эти 10 лет было сделано очень много. Я кратко отражу положительные стороны, они достаточно подробно расписаны в моем отзыве, он представлен на сайте. Прежде всего я обратил внимание, что это самая настоящая социология управления, что очень важно для нас. Вообще предметное поле для социологии управления возникает тогда, когда возникает конфликт интересов множества субъектов. И здесь автор показывает, что когда у нас появляется больше субъектов планирования, у нас возникает и потребность в социологическом изучении этой проблемы. Потому что, я согласна, с предыдущими замечаниями существует очень много дисциплин, занимающихся стратегическим планированием. Но автор, на мой взгляд, берет совершенно верный ракурс, связанный именно с социологической проблематикой. В этом плане работа актуальна. Она была актуальна, когда Анна стала ее создавать. Через 10 лет после написания она стала еще более актуальна, эта тема, чем была в самом начале. Потому что в начале были сомнения, исследователи вопроса планирования. Сейчас это совершенно очевидно необходимо, возникло еще больше конфликтов, еще больше субъектов, еще сложнее согласовывать между ними интересы. Поэтому с этой точки зрения я очень поддерживаю и саму тему, и направление исследований. Дальше, что я хотела бы еще показать, как положительный момент. Коллеги подчеркнули, что положительных моментов много, но я бы обратила внимание еще на качественно проведенное эмпирическое исследование. Все-таки это очень интересный материал, который, возможно, мы будем еще анализировать и читать. Я, так как веду дисциплину социально планирование, для меня было крайне интересно ознакомиться с мнением экспертов в этой области. Это такой очень серьезный эмпирический материал, который, я думаю, будет подвергаться последующей вторичной обработке. Сама эта эмпирическая база очень ценная. Ну вот, продолжая эту мысль, я бы, наверное, перешла бы и к замечаниям, которые у меня возникли, которые, видимо, связаны с тем, что тема очень актуальна, эмпирический материал очень интересен. Ну, во-первых, понятно, что основные конфликты возникают не даже не между бизнесом и государством, как это вроде бы вначале казалось, а между населением и местными сообществами и, с другой стороны, государством и бизнесом. То есть вот этот аспект отражен недостаточно хорошо в работе, возможно, потому что это последние уже такие новации и связаны несколько с Санкт-Петербургом, на мой взгляд, больше с Москвой, потому что там эти активные группы больше вовлечены в реальные процессы. Автор нам так и не сказал в течение всей своей диссертационного исследования, о каком городе идет речь. Поэтому мы можем только догадываться. Но, объективно говоря, вот эти модели нынешние, которые вот прямо сейчас происходят, они недостаточно получили отражение в работе и даже в ее теоретическом осмыслении. В связи с этим я высказываю два таких замечания из этой области. В первом замечании я пишу, что автор признает на теоретическом уровне, что теоретическое планирование должно носить индикативный, то есть, по сути, субъект-субъектный характер. Все субъекты заинтересованы, у нас должны иметь свои интересы, эти интересы должны быть учтены. Ну, дальше, на странице 175 в работе и 14-я страница презентации автор нам предъявляет модель, которая называется модель стратегического планирования социального развития крупного города. Вот эта модель носит какой-то странный переходный характер, потому что, с одной стороны, в ней отражена специфика социального взаимодействия, но дальше мы видим совершенно субъект-объектную модель скорее регулятивного, а не индикативного типа планирования. Коещее не сечение, что население, оно как-то сбоку, но немного влияет на этот процесс, видимо, его мнение как-то должно учитываться. Но, объективно говоря, именно население является активным субъектом планирования. Вот эта активность, она не показана даже на уровне теоретического моделирования. То есть и в ответе по поводу теориста и холдеров, автор делает опять акцент на бизнес, тогда как нам для социологии, конечно, население гораздо интереснее. Вот такого плана у меня первое замечание. И второе замечание у меня было связано с тем, что, видимо, ощущая потребность в каких-то формах организации, автор предлагает специальный орган на странице 149, который должен быть организован в форме консорциума и который, видимо, должен быть способен подключить население, наконец, к решению вопроса стратегического планирования. Эта идея, конечно, мне очень понравилась, она была отражена в ответах на вопросы, но, к сожалению, в тексте работы она дальнейшего развития не получила, поэтому остается загадкой, что же это за орган такой, как он должен работать. Поэтому, по сути дела, все мои суждения и положительные, отрицательные как раз связаны с этими тенденциями подключения населения к процессу планирования. Где-то автор сделал большой шаг вперед, а где-то, мне кажется, еще необходимо дорабатывать вот это направление исследования. Ну, как я уже подчеркнула, сами замечания связаны с тем, что тема актуальна, и, наверное, в рамках одной работы невозможно построить все модели социальной технологии. Поэтому в конце своего отзыва я делаю вывод, что диссертация соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года, номер 6821-1. Заслуживает Миронова Анна Алексеевна присуждение ученой степени кандидат социологических наук по специальности 22-008 в социологии управления. Спасибо, Мария Владимировна. Анатолий, вы нас слышите? Хотелось бы вам предоставить слово. Спасибо, слышу вас прекрасно. Уважаемые коллеги, надеюсь, вы меня слышите тоже. Уважаемая Анна Алексеевна, хотелось прежде всего поздравить вас с окончанием образования, диссертации, защитой. Я уверен, что для вас это новый этап, ступенька в вашей жизни, результат кропотливой и долгой работы. 10 лет. Это много. Я очень признателен за то, что я получил возможность прочитать диссертацию, ознакомиться с ней и участвовать в медзащите. Для меня это тоже позитивный первый опыт в защите именно в России, участвовал в Испании, в Финляндии, в Норвегии, в Дании, в России первый раз. Для меня это было очень интересно, прочитать диссертацию. Тема очень интересная, как стратегическое планирование, так и управление, социальное управление, привязанное государственным и муниципальным организациям. Для меня это представляет личный интерес, так как я занимаюсь финансовым управлением, в последнее время занимаюсь сценарными методами управления, а также проблемами финансовой устойчивости, управления умными городами, патисципаторных практик, практик вовлечения населения, NGO, бизнеса, управления городами и муниципальных образований. Как я понимаю, ваша диссертация одна из немногих в России, которая затронула именно тему привязки к системе социального управления крупным городом. С тех позитивных элементов диссертации, как я ее оцениваю, мне очень понравилась диссертация, особенно обзор и данные по интервью с экспертами. Это уникальные данные. Здесь я вижу возможность публикаций в международных журналах, прежде всего потому, что контекст России довольно малоизвестен и при правильном научном обосновании очень интересна возможность публикации в зарубежных журналах. Я это говорю как ассоциированный редактор журнала публичного бюджета учета и финансового менеджмента, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management под редакцией Эмиральда. И я надеюсь, что со временем вы можете прислать статью в этот журнал. Заранее вас приглашаю. Проблемы управления и наведения в контексте российских городов было бы очень интересно для тех, кто читает наш журнал мировому научному сообществу. Таким образом, работа интересная. Но у меня, конечно же, тоже есть целый список вопросов и уточнений, которые, надеюсь, вы можете как-то отразить в дальнейшей дискуссии. Прежде всего, на странице 10 вы формируете гипотезы. Мы о них уже немножко сегодня слышали. Мне немножко непонятно, зачем вы это делаете, какую роль несут эти гипотезы в вашей работе, что бы изменилось, если бы вы в вашей работе этих гипотез не задавали, их не было бы. Для меня это было немножко странно увидеть гипотезы в работе, которая не совсем является примером использования позитивистских методов исследования, где гипотезы подтверждаются или опровергаются через статистические методы сбора данных и их анализ. Ваши гипотезы сложно опровергнуть или подтвердить через выбранный методологический дизайн вашей работы. К тому же, похоже, что вы к ним в вашей работе не возвращаетесь. Второй момент – это касается выбора литературы для обзора. Как я указал в моем отзыве и, как мы уже слышали от ряда внешних экспертов, оппонентов, у вас очень ограниченный обзор современной зарубежной литературы. Особенно это касается публикаций в зарубежных журналах. Вопрос – почему? Чем вы мотивировались в выборе литературы? Какие недостатки этот выбор имеет для вашей диссертации и заключений? По моему мнению, это определенное опущение. И я так думаю, если бы вы, допустим, выбрали обзор и привели обзор зарубежной современной литературы последние, допустим, три года, то вы бы нашли, допустим, публикации по России. Я сам лично участвовал в такой публикации. Журнал называется Accounting Auditing Accountability Journal, то есть журнал по учету, аудиту и подотчетности, где мы публикуем результаты исследований экспериментально-патисципаторных бюджетов в одном из российских городов, сделанные в течение семи лет, последних семи лет. То есть такой тип обзора, не обязательно российских только практик, но и зарубежных практик, именно современных, может быть, помог бы вам сфокусировать тему на какие-то элементы стратегического планирования и социального управления, с точки зрения социального управления. К примеру, как уже сегодня подчеркиваю, сфокусироваться на конкретных механизмах вовлечения гражданского общества, бизнеса, процесс управления. Третий вопрос, или третий аспект, это контекст исследования, это крупный город. И хотелось бы, допустим, сравнить города Норвегии и с городами России. Понятие крупных город в наших странах будет абсолютно отличаться. В Норвегии большой город, это город больше 20 тысяч населения, 20 тысяч. Самый большой это Осло, 685 тысяч. Следующий идет Барген, 280 тысяч. И третий город это Транхейм, 197 тысяч. По российским масштабам это пригород небольшого крупного города в России. Город Будо, где я сейчас нахожусь, 60 тысяч. То есть только Осло по вашему определению подходит как объект исследования. То есть если я теперь вооружусь вашей моделью и приложу ее для оценки проблем управления стратегического планета городов Норвегии, то получается, что ваша модель не подходит по определению. Я думаю, что полезнее было бы рассмотреть определение крупного города через те социальные проблемы у города есть, которые должны решаться. У вас в работе есть такое положение, но может быть они недостаточно проработаны. К примеру, сегодня мы говорим об умных городах. Почему умные города? Откуда они возникают? Это как раз продвижение этой тематики Smart Cities для решения тех определенных проблем, которые крупные города имеют. Именно начиналось это с крупных городов. Теперь уже распространяется и в малые города. То есть мы говорим о проблемах перенаселения, проблем логистики, мобильности, проблемах окружающей среды, экологической безопасности, а также умное управление с точки зрения вовлечения населения стейкхолдеров управления. Хотя ваша диссертация не направлена на умные города, я считаю, что крупные города как в Норвегии, так и России и наверняка в других частях мира испытывают схожие проблемы, независимо от того, какое количество жителей у них есть. только наверняка важность этих проблем может варьироваться, имеет разный объем. Ну и, наверное, последний вопрос, который уточняющий было бы интересно от вас слышать, это вопрос о методологии, интервью. Я посмотрел ваше интервью, гид, путеводители, где пытался их сверить с тремя приложенными рефератами ваших интервью. Но очень было интересно обнаружить, что не совсем вопросы, которые вы задавали респондентам, совпадают с вашим гидом. То есть каким образом получилось так, что вы не сумели получить, может быть, полностью информацию от своих респондентов, то есть каким образом вы обеспечили именно насыщенность своих интервью, чтобы вы смогли покрыть все эти вопросы. Это было немножко неясно. Но в любом случае для меня, я заключаю, что диссертация четко определила проблему и предлагает решение. И таким образом диссертация достигает свои цели. Поэтому я считаю, что диссертация соответствует требованиям положенным. А вы, Анна Алексеевна, по присуждению степени кандидата социологических наук. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анатолий. И, коллеги, разрешите мне также огласить и мой отзыв. Развернутый текст отзыва представлен на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Я хотела бы обратить внимание на те моменты, которые характеризуют требования к кандидатским диссертациям по нашим правилам и насколько диссертация соответствует этим требованиям. И мне показалось, что эти вопросы не были отражены. Актуальность хорошо освещена, содержание нам соискатель отразил. А вот мне хотелось бы все-таки обратить внимание, что Анна Алексеевна поработала с большим объемом источников. 216 источников. Да, конечно, могут быть разные журналы, разные тематики. Но все-таки, с моей точки зрения, объем источников и нормативных документов, и статей научных, и монографических исследований, он дает мне основание сделать вывод, что основные положения диссертационного исследования обоснованы, равно как и выводы. Достоверность результатов исследования обеспечивается, на мой взгляд, удачным сочетанием как общенаучных методов, так и методов эмпирического исследования. И это и анализ документов, и деск-ресерч, и экспертный опрос, и анкетный опрос представителей экономических ведомств. И такая вот комбинация различных методов позволила сделать, с моей точки зрения, убедительные выводы. Я хотела бы обратить внимание на ряд, с моей точки зрения, важных и для науки, и для практики результатов, и отметить новизну тех, которые мне показались действительно интересными. Если мы посмотрим на результаты первой главы, то здесь очень важно, что выявлены и сгруппированы проблемы стратегического планирования на уровне российских регионов и крупных городов, особенно проблема слабой вовлеченности местного сообщества, да и других тоже стейкхолдеров. Это вот очень важная вещь. Проблема формализованного, такого декларативного планирования, корзинного, если говорить не академическим языком. Второе, наш результат, с моей точки зрения, важный. Обоснована необходимость именно институционализации взаимодействия. Я хочу сказать, что мы проводим исследования для Ленинградской области. И в Ленинградской области и правительство, и муниципальное образование просто покрупится, собирают эти институциональные формы, чтобы можно было работать с населением. И население – это очень непростой субъект, с которым можно разговаривать конструктивно и находить какие-то решения. И здесь очень важно, там всё-таки нащупаны вот эти институциональные формы. Третье, что тоже очень важно, это необходимость синхронизации методических подходов, особенно, когда мы говорим о субъектах Российской Федерации и о крупных городах. Москва и Санкт-Петербург – это субъекты Российской Федерации и крупнейшие города, мегаполисы. И вот очень важно, чтобы не было расхождения в региональном подходе и в подходе на уровне городов. Что касается второй главы, я считаю, что очень хорошим результатом, и здесь вот такой социологический результат, всё-таки предложено, авторам предложена концепция и модель, вернее, концепция социологического исследования, практики стратегического планирования. И в результате применения этой концепции социологического исследования на практике удалось разработать модель стратегического планирования. Конечно, там не всё в этой модели сразу получается, но, в принципе, модель работающая и модель конструктивная. В качестве научной новизны или результатов, обладающих научной новизной, я бы отметила следующее. Первое, это всё-таки выявлены траектории развития крупных городов. Вот та тема агломерации, по которой и были замечания, и она отмечена, вот эта тематика, как тенденция агломерации, это как раз то, что требует дальнейшей проработки и дальнейших исследований. Мне хотелось бы, Анне Алексеевне, пожелать продолжить. А второе, я уже говорила, что само социологическое исследование, его концепция, его задумка, оно очень интересно и тоже может быть развито в других исследованиях и другими исследователями. И третье, на что я хотела обратить внимание, это на саму концепцию стратегического планирования, интегрированную в социальное управление крупным городом в той ситуации, в которой мы с вами сегодня находимся. Это тоже очень важно. Не идеальную модель, а как-то ее интегрировать. Ну и практическую ценность представляют, я полностью с вами согласна, что и сами интервью, это большой эмпирический материал для исследователей, но для практиков вот те формы, нащупанные формы институционализации, вовлечения местных сообществ, бизнеса в том числе, это очень важно как раз для административных структур, которые занимаются управлением крупными городами. Ну, не могу, конечно, не обратить внимания и на дискуссионные положения и сделать некоторые комментарии в связи с этим. Так, я постараюсь здесь быть точно по тексту. В главе 1, параграф 1, при рассмотрении теории развития города и генезиса развития городов из поля зрения автора диссертации ускользают социальные проблемы, которые порождают неустойчивость развития города и социальные риски. На наш взгляд, работа выиграла бы, если бы Анна Алексеевна больше внимания уделила анализу литературы по социологии города. Именно там эти проблемы поднимаются и обсуждаются. На странице 95-96 приведена типология механизмов реализации стратегии развития крупных городов. Однако из приведенной типологии неясно, какие критерии использовались для разделения механизмов на 11 групп. Некоторые группы могут быть объединены в одну. Например, регуляторные механизмы и институциональные механизмы. Они, вообще-то, решают одну и ту же задачу – регулирование. И на наш взгляд, эти 11 типов механизмов можно безболезненно объединить четыре – социальные механизмы, бюджетно-финансовые механизмы, производственно-экономические механизмы и административно-правовые. И уже в рамках каждого из этих механизмов рассматривать и практики, и институциональные формы. На странице 104-106 приведены результаты исследования субъектов Российской Федерации, связанных с выявлением проблем стратегического планирования территорий. Однако неясно, как эти результаты связаны с проблемами стратегического планирования крупных городов. В тексте диссертации об этом не сказано. В то же время высказанные замечания не снижают общей позитивной оценки диссертационного исследования. Диссертационная работа Мироновой Анны Алексеевны является оригинальным научным исследованием, целостным, законченным, содержащим ценные для социологической науки и управленческой практики результаты. Работа нацелена на решение актуальной научно-практической задачи. Авторам проведен обстоятельный анализ документов и научных публикаций, содержащих результаты исследования генезиса крупных городов и стратегического планирования их развития. Результаты исследования обладают новизной и практической значимостью. Все это позволяет не заключить, что диссертация Мироновой Анны Алексеевны на тему стратегическое планирование в системе социального управления крупным городом соответствует основным требованиям, установленным приказом от 01.09.2016 года за номером 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель Миронова Анна Алексеевна заслуживает присуждение ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.2008 социология управления и пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Спасибо. У меня вопрос к аудитории. Есть ли желающие задать вопросы дополнительно Анне Алексеевне либо выступить? Если нет, Анна Алексеевна, вам предоставляется слово для ответа на высказанные комментарии и замечания. После этого мы предоставим слово научному руководителю. Уважаемые коллеги и члены диссертационного совета, спасибо огромное за озвученные замечания и предложения. Я пойду в порядке того, как я их по значимости и в принципе для себя услышала, потому что некоторые повторялись, в том числе то, что прозвучало во внешних отзывах. Начну с отзыва председателя диссертационного совета Веры Николаевны Мининой. Вопрос, касаемый того, что из поля исследования ускользают многие социальные проблемы городов. Я хотела бы здесь пояснить следующее, что когда я анализирую развитие городов в историческом ракурсе, я фиксирую смену моделей управления и в этом контексте смену социальных взаимодействий, то есть как города развивались. Упоминаю и социологические концепции развития городов, в том числе школа, Чикагская школа, это парк и Луис Вирт, которые как раз рассматривали социальные проблемы городов и связывали их с растущей сегрегацией и разобщенностью жителей. Отсюда мы сейчас как раз эти проблемы городов и наблюдаем. Это различные формы девиантного поведения в виде пьянства, хулиганства и так далее. Также размер города зачастую играет отрицательную роль в этом и для крупных городов появляются специфические проблемы, связанные с миграцией, с необходимостью расширения функциональной структуры, упорядоченной социальной инфраструктуры, с размерами города, перенаселением и так далее. Несмотря на упоминаемые мною эти моменты в работе, конечно, я согласна, что описанию проблем крупных городов, возможно, следовало уделить чуть больше внимания. Замечание, связанное с типологией, с выделенной типологией механизмов, тут я не соглашусь. Моим оставлять, выделить именно такую подробную типологию, было принципиальным, чтобы определить как раз вариативность и разнообразие тех механизмов, которые применяют различные субъекты управления в своей практике. То есть здесь основным фактором был масштаб самих инструментов, поэтому я и разделяю регуляторные и институциональные механизмы, потому что институциональные они связаны с теми механизмами, которые реализуются больше на федеральном уровне, это денежная политика, кредитная и так далее. А регуляторные – это то, что сам регион может в рамках своих инструментов внедрять и использовать различные снижения налоговых ставок и других поддерживающих механизмов уже на другом, более локальном уровне. Замечание связано с проблемами о том, что я по результатам исследования субъектов некоторые выводы переношу на уровень городов. Об этом я уже говорила, когда отвечала после своего выступления, что действительно очень много схожести в самой процедуре разработки документов сложилось в виду нормативных оснований самой практики, ну и кроме того, очень схожи в описании некоторых процессов стратегии, то есть факторы воздействия и внешние условия зачастую тоже по масштабу сравнимы. В замечаниях Марии Владимировны, что касается отсутствия и невыраженности моей модели субъект-субъектного подхода в управлении, здесь я не соглашусь. Я указала, что в модели мы включаем организованных субъектов все-таки в субъект управления и рассматриваем их как активных участников плановой деятельности. При этом стоит подчеркнуть, что модель является концептуальной о том, как вовлекать население в процесс управления, как эту активность развивать. Мы только такой вопрос выносим на дальнейшую дискуссию, на дальнейшую работу совместную с коллегами, кто этой темой занимается, и в дальнейшем я думаю, что мы будем вместе с вами, коллеги, над этим работать. Поэтому я упоминаю этот субъект-субъектный подход скорее в контексте того, что внедряя его в практики стратегического планирования, такой подход способен усилить вовлеченность организованных субъектов в процесс управления, чем будет способствовать достижению целей социального развития. Конечно, особая роль тут принадлежит озвученным институциональным форумам вовлечения, специальным советам по стратегии, городским лабораториям, агентствам территориального развития, о которых уже шла речь. И по поводу упомянутого специального органа при главе, я действительно подробно потом его не рассматриваю, механизм его работы, поскольку скорее я упоминаю его в работе просто как пример одной из таких институциональных форм, как эффективный орган при работе со стратегией и при ее реализации. То есть важно не только на этапе, и модель моя это учитывает, не только на этапе разработки включать и учитывать мнение стекхолдеров, но создавать регулярное, возможность регулярного участия и в процессе реализации, а также мониторинга результатов достижения целей такой стратегии. У Александра Федосеевича были уточняющие вопросы на тему теоретических и методологических основ моей работы. Что касается теории, то мое исследование строится на рассмотрении стратегического планирования как системы социальных взаимодействий, поэтому ключевой теорией является теория действий и взаимодействия, где, согласно которой, социальное развитие, социальное взаимодействие рассматривается как сумма целей рациональных действий субъекта. То есть это такие авторы, как Вебер, Гидденс, Парсон, Шутц, Крозье, Турен, и здесь эта теория является ключевой. Конечно, как я упомянула, используются также другие исследования по проблемам стратегического планирования, социальному управлению планирования, концепции устойчивого развития. По методологическим, если уточнять методологические основания исследования, то крупный город рассматривался нами как с точки зрения системного и синергетического подходов. То есть с одной стороны как система, а с другой стороны как социальная общность. И использование комбинирует такие два методологических подхода. В первом случае для описания я использовала структурно-функциональную схему, а во втором применяла принципы историзма и синергетики, а также принцип антропологизма, означающий, что мы в центр исследовательским фокусом являются интересы и ценности горожан. Владимир Викторович просил уточнить понимание крупного города. В моем исследовании крупные города это города с населением свыше 500 тысяч населения, но основным критерием и специфик крупного города определяется не масштабом, не его масштабом населения или масштабом территории, а специфики социальных взаимодействий, которые складываются в этом городе и социальных проблем, которые характерны именно для этого вида городов. Что касается замечаний отсутствия, про отсутствие географии тех людей, которые участвовали в моем опросе, это сделано было умышленно, чтобы соблюсти принцип анонимности. Гораздо важнее было выяснить, не в каких городах осуществляли деятельность те или иные эксперты, точнее, не из каких они городов, а в каких городах они проводили свои исследования. Такой как раз вопрос был включен в исследование, и эти данные приводятся по географии проектов и тех документов, территориями которого они принимали участие. Социальное развитие, тоже было замечание, что отсутствует понятие. Могу уточнить, что социальное развитие нами понимается в широком смысле, то есть не только как развитие объектов социальной сферы, а как позитивное и прогрессивное развитие всех обществ, развитие самого человека и различных сфер жизни и социальных структур. При этом мы не отказываемся от понятия экономического, которое подразумевает, где происходит производство продукта в его стоимостном выражении, а наоборот, для нас это одно без второго не существует, то есть невозможно социальное развитие, если не развивается экономическая сфера и не производится соответствующий продукт и экономические блага. Что касается, да, про институционализацию стратегического планирования, мы уже об этом говорили. Напомню, что, возможно, в моей работе нет более крупного описания самих форм такого взаимодействия, но они у меня в нескольких частях работы встречаются и описываются, в том числе механизмы информационного, консультационного участия и работы с сообществом, а также механизм по совместной разработке и реализации стратегических документов, куда я отношу перечисленные формы, а также такие инструменты, как оценка регулирующего воздействия, которое, например, на этапе реализации стратегии также является вполне эффективным инструментом по оценке хода и результативности реализации стратегических целей. Вопрос был насчет работ и других исследований, которые существуют по оценке результативности как раз стратегии. Я бы упомянула доклад Центра стратегических разработок, который был в 2016 году, где как раз оценивались результаты стратегии 2020 федеральной, и оценивались в том числе механизмы и мероприятия, которые по каким-то причинам и причины, собственно, по которым они не смогли достигнуть своих целей. Что касается исследований уже городов, то, конечно, Легонтьевский центр проводит много таких исследований. Последнее — это эффективность стратегического планирования развития малых городов. Также популярными становятся различные рейтинги социального развития. Можно вспомнить исследование пару лет назад, подготовленное высшей школой экономики, центром урбанистики и компанией «Новая земля». Исследование называется «Борьба за горожанина». Там составлен рейтинг городов по как раз социальным параметрам качества жизни в этих городах. И приводится вот упомянутый мной кейс Белгорода, где в том числе, то есть не зря он попал в первую строчку, в том числе по тому, что просто идеально организован процесс работы со стратегией. Работает постоянно действующий институт муниципального управления, они так его называют. Постоянно проводятся социальные опросы по индикаторам. К каждому индикатору соответствует цель стратегии. И опрос дважды в год, около двух тысяч человек, он себя включает. То есть полноценный работающий механизм и институционализированная вот такая форма участия и сообщества, и в лице населения, и бизнеса, и научных кругов. Замечание, которое представил Анатолий, касательно гипотез и, в принципе, моей структуры работы. Я в своей работе доказываю две гипотезы. Первая состоит в том, что достижению цели социального развития препятствуют проблемы организации стратегического планирования. Я в своем исследовании раскрываю суть, описываю эти проблемы и акцентирую свой исследовательский интерес как раз на механизмах и социальных механизмах реализации данных, реализации стратегий, чем доказываю отсутствие или слабое использование их в практике. Вторая гипотеза связана с институционализацией стратегического планирования, что качество социального управления возможно только с точки зрения наиболее полного учета мнений и интересов заинтересованных сторон и общественности в процессе подготовки стратегических документов, а также их реализации и принятия соответствующих решений по их достижению. Рассматривая процесс стратегического планирования как систему социальных взаимодействий, я доказываю необходимость создания и развития институциональных форм участия представителей городского сообщества и как необходимый фактор для учета их мнения при принятии стратегических решений. В отношении слабого использования современной литературы здесь я соглашусь, уже сил у нее не хватило, но я больше ориентировалась на классиков и современные, конечно, труды уже использовала не так активно, но вместе с тем хочу подчеркнуть, что мое эмпирическое исследование проводилось именно с акцентом на оценку современного этапа стратегического планирования, поэтому для того, чтобы достичь цели моей работы, мне данных, имеющегося материала эмпирического, оказалось достаточным. Вопрос, касаемый крупных городов и как можно в дальнейшем из зарубежного опыта, который я использую, необходимо подчеркнуть, что действительно большая часть стратегии у нас формировалась путем заимствования опыта стратегического планирования за рубежом, поэтому так активно я анализирую зарубежные практики и сравниваю их с российскими. Но и вопрос касательно проведения моего исследования, как я организовывала опрос и гайд, почему не по всем вопросам, не все вопросы нашли отражение в действительном проведении интервью. Здесь я хочу подчеркнуть, что я проводила исследование методом мягкой экспертизы, что означает, что в процессе интервью могут вопросы уточняться, заменяться в зависимости от хода самого интервью. Я закончила свои ответы на вопросы. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Анна Алексеевна, присаживайтесь. Поскольку у нас не было желающих высказаться и задать вопросы, то мы предоставляем слово научному руководителю Людмиле Тимофеевне Волчковой, доктору социологических наук, профессору кафедры социального управления и планирования Санкт-Петербургского государственного университета. Людмила Тимофеевна, очень коротко. В своем выступлении я остановлюсь на вашейнейшей, на мой взгляд, компетенциях, которые владеет рискателем Миронова Анна Алексеевна. Первое – это обладание научно-аналитическим креативным мышлением, позволяющим из огромнейшего статистического материала, характеризующего уровень экономического развития Ленинградской области, она вычлевает ряд положений, которые являются научными положениями, которые являются научной идеей, обладающей научной новизной, которую нужно и целесообразно защищать. Перед ней была поставлена такая задача – сформулировать эти научные идеи, которые нужно защищать. Что из этой статистики можно вычлевать? Вот она сумела вычлевать эти положения. Второе – обладание способностью социологического осмысления формулированных положений в контексте классических и современных теорий действий. Это Макса Вебера, Альфреда Шутца, а также теории взаимодействия Парсенса, а также теории структурации Гидденса, теории социологической интервенции Турена. Это позволило выйти на очень интересные выводы о субъекте управления. О субъекте, вы их вышли, что это система социальных взаимодействий между организованными гражданами и представителями властных структур, управленческих структур. Аналитика оценочного осуждения о зарубежном опыте, в котором включается в процесс стратегического планирования стейкхода, и включение этого опыта в их систему национального российского планирования. Это тоже очень важно. Теперь профессиональная компетентность. Это разработка инструментария, организация и проведение социологического осведения, которое позволило опробировать выдвинутые социологические гипотезы и опробировать социологические научные положения. Следующее – это коммуникативность в научном сообществе и в экспертном сообществе, потому что нужно было устанавливать связи, коммуникации с теми респондентами. Названные компетенции характеризуются искателем как образованную личность, имеющую профессиональные знания, способность к самообразованию и саморазвитию, и способный реализовать свои профессии с кредитом, разработанные и делом. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, у нас выступления закончились. Мы можем предоставить слово Анне Алексеевне для окончательных комментариев или каких-то заключений. Пожалуйста, минута, две. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу, наверное, просто поблагодарить всех, кто здесь сегодня присутствует, кто принимал участие в моей работе, в ее подготовке, в ее осмыслении, за эти замечания, которые я прорабатывала, и в их процессе работы над ними у меня появились уже новые и свежие идеи для дальнейшей разработки. Я планирую эту тему развивать, ей заниматься, и буду признательна с вами сотрудничать, поддерживать связь и в дальнейшем, я думаю, быть вместе, как научными соавторами в том числе. Всем большое спасибо за внимание. Еще раз спасибо. Спасибо, Анна Алексеевна. Коллеги, наступил очень важный момент. Членам диссертационного совета нужно посоветоваться. Пять минут. Я прошу отключить трансляцию и присутствующих гостей немножко отдохнуть в коридоре, и соискателя в том числе. В зале... Продолжение следует... 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 Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемый соискатель, уважаемые присутствующие, наше заседание продолжается. Я прошу включить звуковое сопровождение трансляции заседания, убедиться, что оно работает, все в порядке у нас, и наступают решающие минуты заседания диссертационного совета. Ставлю вопрос о присуждении ученой степени на открытое поименное голосование. Напоминаю, что решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее трех членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Согласно пункту 23 порядка присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Приступаю. Член совета Борисов Александр Федосеевич, ваше мнение? Да. Спасибо. Член совета Климанов Владимир Викторович, ваше мнение? За. Спасибо. Член совета Рубцова Мария Владимировна, ваше мнение? За. Член совета Бурмистр Анатолий, ваше мнение? За. За. И мое мнение тоже за. Таким образом, глубоко уважаемые коллеги, объявляю, что пять из участвующих в заседании диссертационного совета членов советов проголосовали за, против – нет, воздержавшихся – нет. Решение о присуждении ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.008 социология управления Мироновой Анне Алексеевне принято. И, Анна Алексеевна, вам короткое заключительное слово. Второе заключительное я не готовила, но оно будет… Да, спасибо вам огромное за ваше решение, за поддержку. Я вам очень признательна и повторюсь, буду очень рада продолжить эту работу, работу над этой темой вместе с вами в том числе. Спасибо, коллеги. Спасибо, спасибо, мы вас поздравляем. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые члены диссертационного совета, спасибо большое всем за работу. Заседание объявляется закрытым и прошу отключить прямую трансляцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...